друзья всем привет меня зовут наталья носова мы с вами на детском канале дарыновского музея и я продолжаю рубрику вопрос-ответ в прошлый раз видео которое было посвящено танцам пчел тимофей левченко упомянул о медовых муравьях оказывается не только пчелы заготавливают мед и это вызвало ваш большой интерес и мне как раз хочется посвятить сегодняшнее видео медовым муравьям кто это такие где они обитают и чем особенным отличаются надо сказать что медовые муравьи это не какой-то вид муравьев это скажем такая экологическая группа в эту группу входят муравьи которые способны себе накапливать довольно большое количество растворенных воде углеводов которые можно использовать для питания в неблагоприятные времена в эту группу входят порядка 35 видов из пяти родов обитают они в разных местах один род обитает в северной америке и мексике один род обитает в южной африке и 3 встречаются в австралии они предпочитают жить в местах с очень таким сухим климатом в пустынях и полупустынях и вот это вот способность запасать углеводы она является как раз очень важным приспособлением для жизни в таких достаточно жестких условиях муравьи эти живут семьями но как и большинство муравьев как и другие муравьи которых мы знаем у них нет такого внешнего виде конуса большого муравейника мы видим только маленький небольшой конус напоминающий вулканчик а так весь муравейник находится под землей причем может находиться даже на довольно большой глубине ну порядка там трех метров поскольку муравьи живут в таких суровых условиях то надо сказать что в пустыне мало растительности и у них довольно небольшой период года когда они могут запасать пищу и вот в течение вот это вот благоприятного периода муравьи фуражеры запасают пищу а затем они приносят его в муравейник и есть особые касты муравьев они называются муравьиные бочки или плаергаты вот эти плаергаты они как раз являются такими живыми емкостями для запаса еды и так муравьи фуражеры отправляются на поиски пищи затем они делятся с муравьями плаергатами и вот это вот раствор углеводов он накапливается постепенно о так называемых муравьиных бочек их зуб раздувается увеличиваясь несколько раз и они становятся похожи на такие небольшого размера виноградины достигают диаметре 12 миллиметров поскольку они приобретают вот такой вот крупный очень размер естественно что они наружу из муравейника не выходят они все время находятся внутри муравейника при этом они в подземных галереях подвешиваются цепляясь лапками за потолок ну и вот свисают такими действительно виноградинами с потолка в муравьиных ходах когда наступает неблагоприятный период и становится мало пищи то накопленным запасом углеводов эти муравьи могут кормить своих собратьев рабочие муравьи подходят к такой муравьиные бочки дотрагивается до нее своими антеннами ну и это является сигналом благодаря которому муравьиная бочка выделяет им немного вот этой вот сладкой жидкости для того чтобы они могли питаться кстати говоря эта жидкость может быть разного цвета в зависимости от ее состава если жидкость такого янтарно-желтого цвета то ее состав входит глюкоза и фруктоза которые муравьи получают из нектара растений если жидкость более светлая и прозрачная то скорее всего это мед который получен из пади мы рассказывали уже об этом своем видео что муравьев можно назвать такими настоящими фермерами они выпасают клей и используют пать сок растений которые тли добывают из листьев растений сладкий такой раствор вот они соответственно дает тлей получают вот этот вот сладкий раствор который впоследствии могут использовать в пищу мало того отмечено что иногда вот эта запасенная жидкость может приобретать такой молочно-белый оттенок это в том случае если там содержится довольно много белков которые муравьи получают питаясь насекомыми ну и еще отмечено что в некоторых семьях встречаются медовые бочки которые наполнены не медом а наполнены водой и это тоже очень важная такой запас в засушливых условиях ну в общем на самом деле можно сказать что эти муравьи придумали консервы такие настоящие то есть они таким образом могут довольно длительное время сохранять пищу использовать ее по мере необходимости что согласитесь вот в условиях когда пища бывает не в течение всего года очень удобно живут такие семьи муравьев некоторые до 30 лет то есть достаточно длительное время но и количество вот этих вот медвяных бочек может быть различное в колониях но в среднем она как правило составляет 25 процентов от всей численности муравьев в колонии то есть в общем достаточно большое случае если вдруг колонии лишиться всех своих медовых бочек то медовыми бочками могут стать и обычные рабочие особи и вот на такую трансформацию идет всего на всего порядка двух недель конечно их запас будет не столь велик вот но тем не менее все-таки это тоже возможно а если вам кажется что муравьев можно встретить только в пустынях америки африки и австралии то это не совсем так на самом деле у нас тоже есть муравьи которые способны запасать подобным образом мед нашей стране можно встретить например степного медового муравья у него тоже есть вот такая каста специальная которая запасает в себе мед делает запас углеводов внутри себя эти муравьи живут скажем европейской части россии а за уралом встречается родственный вид муравьев из того же рода род называется про форме к он называется про форме к монголика они также запасают соответственно питательные вещества и совсем недавно вид муравьев запасающих таким же образом питательные вещества углеводы был обнаружен в осетии он так и называется про форме каосетика так что но их не считают классическими такими медовыми бочками потому что их запас значительно скромнее но тем не менее все таки эти запасы есть у этих муравьев небольшие семьи у наших муравьев но порядка ста двухсот особей там есть одна размножающаяся матка а количество особей медовых бочек составляет порядка 15 процентов в колонии но в общем тоже достаточно значительно муравьи медовые бочки заполняясь вот этой вот сладкой жидкостью они становятся очень крупного размера как я уже сказала и напоминают внешне виноградина и в мексике их даже называют муравьиный виноград ну и наверное нет ничего удивительного в том что люди вот таких вот медовых муравьев используют в пищу к сожалению в отличие от других муравьев которые просто выпрашивают корм люди не умеют выпрашивать форму у медовых бочек и поэтому им приходится съесть съедать мед вместе с муравьями но считается во многих странах где эти муравьи встречаются они считаются таким вот местным деликатесом ну что ж пожалуй на этом все я с вами прощаюсь не забывайте подписываться на наш канал заходите и на дарвинский музей основной канал который тоже содержит очень много всякой интересной информации приходите к нам музей у нас всегда очень много интересного и безусловно новые выставки и мы всегда рады вас видеть всем хорошего дня